Несмотря на праздник, сенаторы сегодня работали над рядом документов, в частности рассмотрели социально значимые законы, они касались выплат детских пособий, переобучения военнослужащих, а также отмены комиссии при оплате услуг ЖКХ. В рамках правительственного часа сенаторы заслушали доклад министра иностранных дел Сергея Лаврова о реализации концепции внешней политики. Глава внешнеполитического ведомства также ответил на вопросы парламентариев. Ну а в рамках часа субъекта России о социально-экономическом развитии Томской области рассказали губернатор Владимир Мазур и председатель областной законодательной думы Оксана Козловская. О чем говорили представители региона, каковы итоги дней Томской области в Совете Федерации, расскажет наш специальный корреспондент Артем Пашнин. Под звуки классической музыки в Совете Федерации завершаются дни Томской области. Темы, значимые для всех жителей субъекта, в течение двух дней детально обсуждали на комитетах и пленарном заседании. Сенаторы и представители областного правительства не только искали пути решения проблем, но и знакомились с достижениями томичей. Чем славится Томская область наглядно отражает выставка ФАЕ Совета Федерации. Промышленность и пищевой комплекс, социальный сектор, экономика и, конечно, наука. Она – визитная карточка региона. Стенд, посвященный научным разработкам и исследованиям, надолго приковал внимание председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. Во время осмотра выставки ее сопровождал губернатор Томской области Владимир Мазур. Но если говорить по однокаличию, посмотрите, сколько занятых научным исследованием человек, сколько докторов наук, сколько нет. Вот это наше гордость. И у нас на гербе написано «Подумы знания». Знания – это наше все. Сегодня Томская область участвует в 17-18 проектах. В регионе построили почти 50 новых ФАПов и врачебных амбулаторий в сельской местности. Закупили 86 автомобилей для медиков. Открыли 4 новых школы. По 1100 мест каждая. Началось строительство пятой. Появились 19 новых детских садов. Также в рамках нас проекта открыт детский технопарк «Кванториум». Почти 4000 жителей аварийных домов переехали в новые квартиры. Во всех муниципалитетах благоустроено 268 парков и скверов. Отремонтировано 780 километров дорог. Построен новый мост через реку Яю на границе Осиновского и Зырянского районов. Обо всем этом рассказал Владимир Мазур. Гордиться есть чем отметила Валентина Матвиенко. Вот очень правильно, что вы такую активность проявляете. Максимально надо стараться во все федеральные программы, национальные проекты использовать федеральную поддержку для развития. Сегодня Томская область передает в федеральный бюджет порядка трех четвертей собранных в регионе налогов. Об этом напомнил глава региона в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Это говорит о том, насколько развита экономика области. Но больше всего председатели Совета Федерации заинтересовали планы региона на будущий год. Как же вы ожидаете прогноз этого года? Как у вас рост в России, промышленности? Лучше, чем в прошлом году у нас, лучше, чем в 21-м году. Поэтому, понимаете, имеется в том, что мы уже превысили в 22-й год. Я думаю, в конце года пока все будет. Ну, не будет падения, все-таки рост будет. Владимир Мазур рассказал о том, чему уделят наибольшее внимание в следующем году. Например, проекту «Палеозой» по изучению рентабельных методов геологоразведки и добычи трудноизвлекаемой нефти и газа. Его ведет томское предприятие «Газпромнефть-Восток» при научно-технологической поддержке Томского политтехнического университета. Основной упор на социальный сектор – это доступный массовый спорт, поддержка семей с детьми, а также помощь участникам спецопераций и их родным. Губернатор также считает, что области жизненно необходима качественная и современная медицина. Регион рассчитывает на поддержку сенаторов в строительстве многопрофильной детской больницы. И не только. Планируем подготовить в будущем году проект на создание спортивного комплекса «Центр самбо» и подать заявку уже в 2025 году. Прошу поддержать включение объектов в федеральную адресную инвестиционную программу. Также просим поддержать строительство мусоросортировочного комплекса, который существенно улучшит экологию. Начинаем строить объект на принципах концессии. Считаем важным пересмотреть сроки начала строительства клиника диагностического корпуса НИИ «Кардиология». Итоги дней Томской области в Совете Федерации подвела Валентина Матвиенко. Она высоко оценила потенциал региона. Основу конкурентных преимуществ региона традиционно составляет тесная кооперация между промышленностью, наукой, образованием. В Томской области входит число лидеров по численности исследователей, по внутренним затратам на научные разработки и по многим другим показателям в этой сфере. Это шестое место в рейтинге научно-технологического развития регионов нашей страны, коллеги. То есть представить, у нас 89 регионов, шестое место – это Томская область. Жители Томской области, они заслуживают достойных условий жизни, достойных социальных объектов, социальной защиты, обеспечения и так далее. Долг Совета Федерации, как Палата регионов, помочь Томской области с расселением аварийного жилого фонда, строительством новых дорог и в целом поддержать программы, которые разрабатывают в регионе, подчеркнула Валентина Матвиенко. Конкретные поручения будут распределены по профильным комитетам.